Острицы прогрызают стенки кишечника и там уже просто сосёт кровь. Запомните, до 40 мл в день сосёт одна взрослая оса. У человека их, может быть, считали иногда до 150 штук. Это 600 мл крови. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. Пол страны страдает анемией, по большому счёту. И люди ничего, и врачи ничего не могут сделать. И пытаются чёрт знает что делать, но только не одно. Установить причину и ликвидировать её. Это анкилостома. Посмотрите на её зубки. Это настоящие кремниевые, очень крепкие зубы. Поймите, что цель паразитов вообще жить бессимптомно и долго жить в нас. Это их задача. Так они приспосабливаются. Но нам колоссальный вред. В мире более 300 видов существует. В России около 70. И основных, которые надо знать каждому человеку, просто каждому, это где-то 20-25. Паразиты есть везде. Где есть человек и есть животные. Это абсолютно так. Два слова о печени. Многие паразиты, места их дислокации, либо личиночные стадии проходят в печени. А некоторые просто питаются клетками печени. Так вот, печень – это уникальный орган. Это крупная железа нашего организма. Это лаборатория биохимическая. Там идёт более 200-300 сложнейших биохимических реакций. В печени сосредотачивается огромное количество важных, ценных макро-микроэлементов, жирных кислот. Кровообмен колоссальнейший. Это фильтр нашего организма. Вся кровь проходит через печень, очищается от первичных шлаков, токсинов крупных частиц. Конечно же, она принимает на себя колоссальную нагрузку, но она является источником питательных веществ в концентрированном виде. Это, конечно, просто питательная прекрасная среда для многих-многих паразитов. Поэтому особое внимание печени. Печень больше всего страдает при лечении любых заболеваний, при употреблении химических препаратов, попадании в организм вредных химических компонентов, воздухом, с водой, тяжёлых металлов. Всё это, бедная наша печень, страдает. Уже дальше это идут почки. Но печень принимает первый удар на себя. В печени, во-первых, тоже живут. Вкратце так, аписторхи, токсокары, эхинокок, другие. Многие бактерии простейшие, там, лямбли, хламиди, уреоплазма, например, это всё место дислокации, в том числе и печень. Часто врачи назначают серьёзнейшие такие, очень токсичные препараты, например, такие, как декарис. Вот лет 30 уже его применяют, и только вот недавно выяснилось, что декарис вызывает рак крови. Будьте крайне осторожны. Астриц лечат, например, перантелом, он страшно ядовит. Вермокс тоже лечит паразитом. Это страшнейший яд, он разрушает печень. Кстати, как и даже трихопол, метронидазол по нашему. Он применяется при простейших многих. Он вызывает тяжелейшие в случае его долгого применения проблемы, например, вплоть до гепатита. Поэтому разрушение печени идёт. Это всё очень серьёзное. Ещё важнейший тезис, я вам скажу, что глистов ни в коем случае не надо убивать. Их надо гнать из организма. А дело в том, что если их убить внутри, как делают такие препараты, как декарис, вермокс? Они погибают внутри нашего организма, а это белки. И они начинают гнить и начинают отравлять наш организм трупными ядами, такими как кадаверин, токсинами страшнейшими. И опять-таки же удар приходится на печень, на почки, на лимфатическую систему, которая является канализацией условий нашего организма. А токсикация кишечника страшнейшая идёт. Поэтому тут нужно серьёзнейшим образом подумать, трижды подумать. А если человек имеет излишний вес, если он болен, если у него и так проблемы со здоровьем серьёзные, так когда, извините меня, у детей может быть остриц до килограмма, у маленьких до килограмма. Представляете, что если будет гнить в организме, даже частично, что это будет? Тут 10-то грамм белка гниёт в организме, это уже ужасно. А если килограмм, это вообще может не справиться в выделительности. Поэтому глистов надо гнать. И природные методы, это всё основано именно на том, что глистов нужно из организма гнать, а не убивать их в нас. Есть случаи исключения, но об этом мы поговорим. Мы можем пить очень много витаминов, БАДов. Если есть у нас паразиты, то мы будем их просто этим как бы кормить. Это хорошо, но это будет, что называется, идти даже не нам на пользу, а им. Потому что тем самым мы можем увеличить срок их жизни. Некоторые живут год, могут там 2-3 сразу жить при именно питании с добавками. Нам вроде не хватает, мы принимаем. Ну а как быть? Конечно, надо принимать. Если у нас какие-то дефициты определённых микроэлементов, витаминах и другим путём, как с пищей, не получается у нас, анализы делаем, надо. Но понимать надо первую причину. Вот ещё очень важный момент, это прямо тезисно, восклицательный знак, что никакого голодания при паразитах нельзя допускать. Никакого. Даже многие находятся, ещё раз говорю, в печени, они начинают более активно её разрушать. Если крупные черви, например, сосут непосредственно пищеварительные, уже соки, полурастворённую пищу, например, из тонкого кишечника, из толстого кишечника, то ленточные черви. Так вы представляете, что они высасывают всей поверхности тела своё гигантское количество питательных веществ. И поэтому голодать начинаем, так нам ещё больше организма не хватает. Организму нужно каждую минуту, каждую секунду бороться с выносом из него токсинов, ядов, шлаков, продуктов распада. Питать организм новыми питательными компонентами, а их не хватает. Поэтому это крайне важный момент. Никакого голодания. Первое, с чего надо начинать антигельминтную, антипаразитарную чистку, потом уже действительно могут быть лечебные голодания, если организм восстановился, если он напитан, если он не испытывает дефицита в нужных питательных веществах. Паразитов, как правило, нет в прямой кишке, да, они выйти оттуда могут. Но почему? Потому что там нет фактически для них пищи, кроме для тех, которые непосредственно кровь могут сосать про буревые стенки кишечника, но в основном это в тонком, в толстом всё-таки. Значит, если животные есть в доме, то и обработка, даже если их идёт два раза в год, даже три, это всё бесполезно. Это, конечно, очень важно. Но к чему, я говорю, заразиться, они могут и перенести вам определённые инфекции буквально там в течение недели, а мы же не проводим каждую неделю дегельминтизацию животных. Это всё очень серьёзно. И вообще, вы знаете, мешает дегельминтизации неправильная пища, и она способствует существованию многих гельминтов у нас в организме. Я имею в виду мучное, крахмалы, сахара. А вот это несвойственное человеку мясная пища, белковая, которая, собственно, не является нашей видовой. У детей вдруг появляются какие-то непонятные боли. Дискинезии желчеводящих путей у маленьких-то детей. Откуда это? Это вообще быть не может. Эпилепсии, хронический панкреатит у детей. Это почти на 90 и более процентов. Это всё гельминты, результаты их действий, которые, к сожалению, врачи путают, не понимают то, что в этой плане у них пробел информации колоссальный. Бывает так, что глисты выходят под действием разных факторов, когда начинаешь работать с ними, гнать, и сразу проходят экземы, которые были долгие годы, нейродермиты, диабеты, так сказать, и папилломовирус даже. И вообще, поймите, что цель паразитов вообще жить бессимптомно и долго жить в нас, потому что за счёт этого они питаются и живут. Поэтому это их задача, так они приспосабливаются. Но нам колоссальный вред. Просто он растянут во времени, потому что, вы знаете, инфицированные, например, родители травят детей и матери через молоко, токсины могут передаваться и через плаценту определённые даже. А это ослабляет генетику будущих поколений. Новые поколения будут жить на 5, 10, 15 лет меньше. Каждое следующее. Только из-за того, что эту проблему, если ещё в советские времена серьёзно занимались, лечили, и когда дети приходили там, например, в детский сад или в школу начальника 1 сентября, и прям сразу семена укропа назначали, другие очень мощные старые народные средства, которые гнали очень многих паразитов, потом ребята ещё хвастались на следующий день, 2-го, 3-го числа, что у них там повыходило у кого. Сейчас вообще нет серьёзных никаких программ. Все этой химии запились. А, ну, есть проблема, будем решать. А в чём проблема? Кто её выяснит, что именно в этом проблема? Врачи-то ведь давно уже потеряли эти все знания. Единицы остались. С младенчества буквально начинается. Это проблема заражения, возможное заражение паразитами. Могут поражаться все слизистые организмы. Это глаза, рот, нос, промежности. Это, в первую очередь, уязвимые места. Страдает и кожа. И вот эти все дерматиты и прочее. Во многом это проявление. И почти на 100%, если взять группу сразу гельминтов и ещё грибков, даже с 5-месячного возраста, это сейчас уже не редкость. Это может вызывать истощение поджелудочной железы. Многие паразитируют там, например, от гелостома. Ну, а, соответственно, это приводит уже, может, даже к неожиданному диагету, если это с поджелудочной, понимаете? Там островки лонгерганца, которые как раз синтезируют инсулин. Да, и от этого может быть. Это может приводить к опухолям, к очень многим формам рака. Давайте посмотрим на общий ряд вообще симптомов. Это какие, например? Это такие вот симптомы, как, например, там различные, любые проблемы с желудочно-кишечным трактом. Запоры, диареи, тошнота, там, рвота, голодные боли. Но в связи с этим могут быть потери веса, как следствие, там, слабость, головокружение. Это может быть отёчность, это может быть кашель, насморк, любые проявления бронхитов, танзелитов и прочее. Вообще детский гельминтоз очень серьёзных форм бывает. Сопровождается порой это даже у детей с задержкой в развитии, в росте. Это тоже очень возможно именно следствие гельминтизации. Дети плохо могут соображать, несобранными быть, рассеянными, память страдать. Эти симптомы могут и должны заставлять всех вас задуматься о том, что это может быть именно наличие причин гельминта. Те, скажем, симптомы голоокружения нервными срывами, раздражительностями у детей, могут быть вызваны инвазией. Это чем объясняется? Очень просто. Повышенным уровнем токсинов в крови, которые, соответственно, травят и воздействуют в том числе на центральную нервную систему. Всё логично и так и есть. И, соответственно, конечно, это может быть на всё воздействие желудочно-кишечного тракта, на всю его составляющую, от глубокого, скажем, дисбактериоза различных форм до резий, болей, покалываний, вздутий различных живота, да, и вплоть до приступов аппендикса, поскольку и там могут паразитировать и быть причиной именно воспаления аппендикса некоторые паразиты и их токсины. Большинство видами гельминтов вообще являются гемофагами, то есть теми существами, которые питаются непосредственно нашей кровью. А если это так, представьте, какое количество витамина, например, B12, кстати, которые они в огромном количестве используют, высасывают и строят свои клетки, обновляют. У некоторых очень быстрый обмен веществ идёт, и, соответственно, им надо очень много B12. Кстати, этим объясняются те проблемы, многие, которые у сыроедов, например, да, людей на живом питании, у веганов, что минимум B12. Это не потому, что мясо надо есть или там мясо содержится, там никакой B12 уже нет, уже всё разрушено. У любого человека это может быть. Но почему? Просто дело в том, что сыроеды, люди, которые едят в основном растительную сырую пищу, они больше даже подвержены возможности поражения гельминтами, чем те, кто жарит, варит. При жарке варки разрушается всё, и витамины, и ферменты, и гельминты, яйца многие погибают, если длительная термообработка очень длительная и высокая. Ну, соответственно, вот и всё, только в этом причина. А паразиты очень много высасывают. И гемоглобин, то есть анимеи постоянные могут быть, кстати, от очень многих, вплоть до развития малокровия. А анимея в союзе, например, с глистной инвазией в свою очередь может просто приводить к задержке физического развития как раз. Часто, кстати, после прививок у детей с гельминтозом часто возникает на фоне как раз аллергические реакции. То есть, что такое прививки? Это антигены вводят. То есть, это вводят чужеродные агенты, белки, сложнейшие структуры, что называется аллергическая реакция? Это вот это, когда антитела пытаются уничтожить малого возбудителя, малой болезни, приглушенные штаммы тех или иных вирусов, что там вводят с прививками нам, да, детям? Но это делать ни в коем случае вообще. Так вот, в большинстве случаев, это кожные, конечно, у детей являются проявления псориаза, высыпания. Это всё тоже как раз вот эти реакции с токсикацией и, конечно, иные. Ещё могут быть связаны с грибками дополнительно присутствием в организме и, конечно, с поражённой лимфатической системой. Вообще у детей даже рак лимфы сейчас нередок. Это страшно, такого просто раньше не было, потому что уж больно много факторов вместе добавилось в новых отрицательных, которые действуют на организм ребёнка, на наш с вами организм тоже, конечно же. Ну вот, если аллергия есть, и причина не установлена точно, да и вообще установить её причину точно, это трудно на самом деле, не объясняется врачами это абсолютно, и сами они многое не понимают, то это часто связано именно с локализацией тех или иных паразитов, и это надо просто учитывать очень серьёзно. Острицы. Это самое массовое заболевание, хоть и не самое страшное. Что они из себя представляют? Это маленькие червячки, до сантиметра. Заболевание, это называется энтеробиоз, когда поражаются острицами человек, живут вообще в слепой кишке, нижних отделах тонкого и верхних участках толстого кишечника. Дети от 3 до 6 лет, это самая подверженная группа. 80-90% всех детей болеют. Почему? Да потому что не соблюдают, и не могут соблюдать, потому что они ещё не понимают, и мне объяснишь правила гигиены. Ну, в 6 уже 5 лет что-то можно, но тем не менее, машинально руки грязные в рот, пальцы под грязь под ногтями, включая яйца, остриц. Переносятся они элементарно. В общем, если скрип зубами, например, у ребёнка, особенно ночью, всё, это 100% острицы, гарантированно. Заражение вообще происходит через контакты с игрушками, друг с другом, с детьми, в детских садах особенно. При этих заболеваниях, кстати, ребёнок очень хочет сладкого. Хлеб там просит, если вообще кашпищу вы употребляете, это особенно сильный такой позыв. Он просит, но съест буквально кусочек, и у него либо отрыжка, либо усталость, вялость. Не поел, поел, всё равно он остаётся вялым. Это вот характерный признак. Яйца, вообще отложенные самками вот этих паразитов, остриц, они выползают ночью из ануса, они откладывают яйца на постельное бельё, на пижаму, на что угодно. А ребёнок потом утром чешет. Это попадает под ногти, попадает на кожу, на бельё, соответственно, человека, на окружающие предметы. Ну и, соответственно, кстати, может переноситься с мухами-тараканами. Тоже яйца, запросто. Они съедают до 80% витамина у нас из организма. Они очень опасны в этом смысле. У ребёнка маленького до килограмма может быть этих остриц. Сотни тысяч яиц они откладывают. Поэтому, соответственно, поражение может быть почти гарантированным, если уж он попал. И лечить надо всю семью, а не только ребёнка. Всех бабушек, дедушек, кто в гости приходит, всех друзей, всем детским садом. Анализы не всегда, кстати, показывают остриц. Правильный анализ – это на глицерин. Глицериновый соскоб, так называемый, и брать надо трёхкратно. И брать надо палочкой стеклянной засовывать глубоко в прямую кишку. Понимаете? Вот как это надо делать. И врачи правильно ли так делают? Нет, наверное, не все так. Ну вот, а потом удивляются. Кашель, насморк, частая и плаксивость, тошнота, аппетит. Вот я уже говорил, плохой. После еды им плохо бывает. Либо живот побаливает, либо подташнивает. Кстати, наличие остриц может быть причиной ну такого замедленного психического развития ребёнка, речи особенно. Это знаете, когда он мычит, там форчит, чётко не произносит слова, позже начинает говорить. Бывает такое, что лорингоспазм такое есть понятие. Он может быть, кстати, аскоридный, остричный. Это атака аскоридная, например, да? Когда вот даже трахископию порой делают, трубку вставляют в трахею, когда реаниматологи просто выезжают, ребёнок задыхается, там не может дышать. И это очень частый случай. Бывало, что детей просто не спасали. Потому что летальный исход может наступить, разумеется, от удушья. А знаете, как это происходит? Ведь паразиты этим могут передвигаться по лимфатической системе личинки. И через них проходить бронхи, трахеи. Лимфоузлы как раз могут быть забиты личинками этих круглых червей, да? И мы перейдём к следующим. Круглым червям – это аскоридом. Аскоридоз – это заболевание, которое вызывается, понятно, этим червём, которое сопровождается активной миграцией личинок по всему организму. С дальнейшим их уже развитием взрослых особей более 100 миллионов человек ежемесячно заболевает в мире этим заболеванием. Они имеют размер 20-40 сантиметров, живут в толстом кишечнике, где уже взрослые особи поселяются. Они имеют два пола, не гермафродиты, и поэтому, если там есть и самки, и самцы, то это очень плохо, потому что пара может дать до полумиллиона яиц. Цикл идёт тоже примерно 21 день. Эта глист очень опасный, хотя нельзя заразиться напрямую от человека к человеку, да? Но, тем не менее, они опасны, потому что они питаются кровью и размножаются в огромном количестве, а живут они в кишечнике до полутора лет. Первая причина и вина распространения этого паразита – это внесение навоза в почву. И вот, пожалуйста, яйца прилипают на ягоды, зелень, на овощи, на что угодно. А дальше мы не помыли малину, кто моет? Ха, прекрасно. Если, кстати, ягодка на землю упала, гарантированно, что там есть яйца, скорее, гарантированно. А дети играют в песочнице? Играют. Передаётся? Передаётся ещё как. Как происходит цикл развития? Попадает яйцо в рот, в желудок сразу идёт. Там прямо через кладки ныряет уже, и выходя личинка, просто вот сразу может прогрызаться, а кровь попадает моментально. И через воротную вену уже идёт в печень, там живёт лимфоузла в первой стадии развития, и потом вверх по вене идёт в лёгкие, через лимфоузлы попадает, и где проходит вторая стадия развития. Собственно, это идёт 2-3 недели. Потом разгрызает крупные лимфатические узлы, и личинка выходит в виде мокроты, мы это ощущаем. Кашель тут возникает, долгий кашель, откаркивающий, неоткаркивающий, разный. С возможными даже приступами у души, с температурой, может быть, с насморком. Иногда это месяцами может длиться. Вот это, кстати, очень важный признак, если длиться долго, то имейте в виду, это, скорее всего, какие-то наличия паразитов. Второй раз он уже после, как человек схаркивает это и проглатывает мокроту, подняется к стенкам, к ворсинкам слизистой и сосёт кровь, запомните, до 40 мл в день сосёт одна взрослая особь. У человека их, может быть, считали иногда до 150 штук, это 600 мл крови. Вот вам, пожалуйста, причина анемии. Пол страны страдает анемией, по большому счёту, в той или иной степени, а у некоторых 20, 40 там. И люди ничего, и врачи ничего не могут сделать. И пытаются чёрт знает что делать, но только не одно, установить причину и ликвидировать её. Я говорил вначале, что аскорида может подниматься куда угодно, в носоглубку если попадает, то это первый путь миграции в мозг. Через носовой проход она просто носоглубку, через внутреннее ухо в мозг попадает спокойно. А ещё может через сердце пройти в вену. Кстати, она по венам идёт против тока крови. Спокойно личинка подниматься может. И, соответственно, к бронхиальным венам. Да, оттуда в мозг спокойно тоже может пройти. Вот вам третий вариант. Так вот, она может попасть на глазное дно. И таксокара тоже, про неё я сейчас буду говорить. И возникает там слепота, вплоть до отслоения сетчатки и даже вываливания глаза. Бывает это при таксокарах особенно. Взрослые особи, которые в кишечнике обитают, вот аскорид, они очень любят сладкое. Соответственно, не вы люди любите сладкое, это они любят. А вы это неестественное сладкое, хотите есть в больших количествах. Не нужно нам столько глюкозы, простых сахаров, сколько мы едим. На ранней стадии заболевания симптомы вот какие. Кожные аллергические реакции могут быть, любые бронхиты, про которые я говорил. А на поздней уже кишечной фазе, вот тогда уже общее недомогание, уголокружение, слабость, боли в животе, главные боли, тошнота, работа, вот это. И истощение как крайняя степень, потому что всё-таки они сосут из нас огромное количество питательных веществ. Потому как сосут непосредственно чистую кровь нашу. Давайте дальше пойдём. Это таксокара. По-другому она называется собачья аскорида. Запомните, именно собачья. Почему? А вот потому что паразитируют и передаётся через собак. 90% собак заражены. Да, собачники, собаководы делают обработки, в том числе, от таксокара. Ветеринары, конечно, это знают. Но заразиться собака может, скажите, вот поиграв на той же площадке, побегав на травке. Значит, тут очень серьёзные симптомы. Вот и приступы бронхиальной астмы могут путаться с этим. То есть они будут как именно бронхиальная астма, но причина, например, в таксокаре, в лёгких, потому что они могут жить и в мозгу, может и в поджелудочной железе паразитировать. Это очень серьёзные глисты. Мы для них тупиковый конечный хозяин. Это заболевание опаснее. И астрит, и аскорит. От нашей тканей с вами они почти ничем не отличаются. Белые, прозрачные, они очень любят бета-каротин. Больше всего бета-каротина скапливается на глазном дне. И туда устремляются личинки. И они просто туда переползают, мигрируют, чувствуют. И они проходят там определённую стадию развития. Ставят часто диагноз онкология. Глаза, значит, нет вроде кровотечения нигде. Почему? Они раздвигают клетки. Они протискиваются через клетки. Они практически не вызывают никаких кровотечений. У нас они, подчёркиваю, в организме не размножаются. Их нельзя вообще, невозможно определить просто по анализу кала. Они мигрируют как угодно. Тоже по сосудам, по венам, по лимфоузлам, лимфососудам. Путают часто. Вот если вам ставить такие диагнозы дискинезии, нейродермиты, астма, любая, да? Но если врач вас не обследует, не направляет на токсокару, можете дальше ничего не делать, что он вам советует. Потому что любые диагнозы будут непрофессиональными и недействительными. Необходимо на них обследоваться в этих случаях первым делом. Воспаление и, соответственно, как следствие, к сожалению, удаления этого уникального, необходимого для жизни нам органа. Кишечники, взрослые особи развиваются уже. Определить их можно только со скобом кожи или через иммуноферментный анализ. Есть такая методика, когда кровь сдаётся на иммуноферментный анализ, на антиген, в данном случае токсокары. Вообще, иммуноферментный анализ проводится на любые практически паразиты. Это очень точный анализ. Лечение очень сложное на данный момент, официальное, потому что оно вообще несовершенно. Препараты просто, те, которые используются для борьбы, авермокс, ментозол, допустим, гетразин, цитрат или альбинтозол. Они не воздействуют на мигрирующих личинок практически, которые по организму могут быть где угодно. Ну, в глазном дне, ну как они будут воздействовать? Извините меня, ткани уничтожатся организм. Нет, это не так просто. На взрослого червяда, пожалуйста, быть надо крайне важным, использовать натуральные методики лечения. Переходим к следующему паразиту. Это анкилостома. Посмотрите на её зубки. Это настоящие кремниевые, очень крепкие зубы. Но анкилостома, крайне важно её увидеть и понять. Вообще анкилостома, как заболевание, это объединение вообще таких двух гельминов, кривоголовка и никотора. Вот никоторы, они провоцируют развитие никотроза. Длина этих паразитов маленькая, 11 мм, это самцы, самки 18, ну не более. Значит, малый размер, конечно, не говорит о безвредности, наоборот. Заразиться очень просто. Гельмин, кривоголовка, он может попасть в организм человека через грязные руки, немытые фруктовыщи. Заболеть вот вторым видом, никотрозом, ещё проще. Для этого просто надо по земле без обуви пройти. По России, там, по пляжу, вдоль рек при купании, по траве. И они просто, благодаря вот этим зубкам, просто прогрызают непосредственно кожу, прямо напрямую кожу, и идут сразу в кровь. Разносятся в любой части тела, и там начинают паразитировать. Большинство паразитов предпочитает все лица именно в тонком кишечнике. Во-первых, туда приходит часть пищи, уже почти переваренной, да. Там идёт всасывание, некоторые всасывают паразиты всей поверхностью тела, питательные вещества, лишая нас их. Некоторые там, в тонкой оболочке, очень спокойно прогрызаясь, пьют кровь. Поэтому в основном всё в тонком кишечнике. Хотя в толстом тоже есть. Огромные могут быть серьёзнейшие последствия приступа анемии. Они хоть и малюсенькие, но поэтому они пьют мало. Но вот смотрите, одна анкилостома, она может выпить там от 0,1 до 0,3 мл крови в сутки. Но их может быть 20-30 тысяч. Вот и посчитайте, это 300-600 мл. А иногда до литра крови человек может терять. Вот вам анемия тяжелейшая. Надо делать иммуноферментный анализ на анкилостом. Есть другие методики. Биорезонансная методика, там, по метану фоли проще, но нужно перекрёстно исследовать на 2-3 метода всегда. Лабораторик-то ведь мало что делают, на самом деле определяют. После заражения анкилостомами у больных начинает, вот скажем, беспокоить, ну, общее недомогание и периодически боли в животе. А также может эти боли носить острый очень характер, вплоть до такой, как вот к приязвам. И, собственно, вызывать язву это может в том числе. А затем эти болезни, боли могут отступать, как бы сглаживаться. В результате человек думает, что он выздоровел, а на самом деле это не так. Поэтому через некоторое время из-за постоянных потерь крови развивается анемия, уже слабости более длительного характера. Человек чувствует себя просто усталым и разбитым. Теряет человек иногда аппетит, ну, и наоборот, иногда даже повышается. Тут уже может быть одно из двух. Знаете, вот ещё специфическая особенность. Он хочет есть такие несъедобные вещества. Например, там, глину, залу, кирпич погрызть, уголь, то есть вот такие. Мыло даже. Вот бывают такие следствия прямые. Перейдём к следующей группе. Это уже группа ленточных червей. К ней относятся и бычья, и свиной, и другие цепни, широкий лентец. Иные цепни, широкий лентец. Источником, как бы, заражения является рыба. Очень длинная. Обычно 4,7, а рекорды были до 20 метров. И живёт он в тонком кишечнике. Это естественно, потому что там больше всего питательных веществ. Значит, он живёт, запомните, до 30 лет в организме может человека жить. Люди есть, я вот знаю, там по 15 лет, постоянное недомогание, ужас, вышли черви. И просто человек начинает вот просто летать. Он даже забыл про это состояние лёгкости. А врачи вроде ничего, всё нормально, ничего нет, так сказать, патологий каких-то явных ещё нет. А человек просто сам не свой. Вот живёт, живёт вялотекущей жизнью. Да, членники. Их может быть очень большое количество. Они могут отсоединяться и самостоятельно жить. Вообще, участки червя могут передвигаться даже по траве. Сокращают они нашу жизнь? Вот это я ещё восклицательный знак поставлю, вдумайтесь, до двух раз. Потому что, извините меня, их масса может быть несколько килограмм. И они очень много потребляют питательных веществ из нашего с вами организма. А, соответственно, мы теряем свой потенциал, мы теряем свою жизнь. Нормальный обмен веществ у нас уже не идёт. Все своей поверхностью тела они высасывают питательные вещества. Это, извините, от 5 до 20 метров. И вот люди при этом очень хотят сладкое, мучное. Многие едят. Кстати, очень с этим признаком толстые люди много. Вот прям толстые, которые такие большие складки. Окончательным хозяином является человек. У заражённого паразитом человека часто возникают очень серьёзные токсические проявления и немудрено. Анемия вызывается тяжелейшее из-за недостатка, в том числе B12. Да вообще у кого угодно это может не хватать. А у сраидов просто группа более подвержена риском, потому что, собственно, в большей степени может произойти заражение не обязательно этим паразитом. Значит, скопление, представьте, даже 10 паразитов или 5 может вызвать просто кишечную непроходимость. Просто из-за исключительно забиваемости внутренней пространства кишки. Такую вот ситуацию, если это, не дай бог, произошло, иногда просто никак нельзя ликвидировать, кроме как оперативным путём. Ну и профилактика заключается вообще-то в тщательной термической обработке вот этой рыбы. Уж кто ест не в моготу, а лучше всё-таки это не есть, поскольку это не есть человеческое питание вовсе. И не будет этой проблемы, ну, собственно, вот так. Если вышел цепень, всё-таки торчит кончик, не рвите его. Есть старый способ, когда берётся ведро воды тёплой, и полынь туда добавляется, раствор полыни, либо чуть подогретая, растолчённая, и человек сидит, бывает несколько часов. Детей раньше в деревнях, кто знал, бабушки старые, вообще всё это известно было у нас на Руси, просто потом все эти знания позабыли, и врачи уже позабыли, и не помнят всё. Вот от тёплой водой вот на этом растворе и чуть-чуть отвара там полыни небольшой, ну, несколько часов он просто выходит, может выйти. Но ведь он может быть, там не один, ещё раз говорю, один вышел, это облегчение, да, но не значит, что нет других. Заражение, в общем, даже порой приводит, не удивляйтесь, вот к лишнему весу. Дело в том, что жир людей, это вот единственная такая химическая защита от травлений некоторыми вот крупными червями. И вот этот вот потом не сгоревший жир, он используется организмом как растворитель вот этих самых токсинов, которые в себе консервируют, если человек не может вывести их из организма. Вот толстые люди, очень толстые, являются, ну, почти гарантированными носителями вот этого паразита. У них, как правило, багровая тяна кожи, болезненный вид, такой от очень слабого иммунитета, разумеется, с очень часто вирукозное расширение ног, тромбофлебиты, печень забита, поэтому отток венозный затруднён, и очистка крови не может быть достаточной, соответственно, развиваются ещё и тромбофлебиты, и другие-другие последствия там в виде серьёзных аллергических реакций, астм и так далее. Я перейду к, пожалуй, ещё более опасному червю заражение хинококом. Об этом паразите стоит подробнее сказать. Очень серьёзное заболевание, очень. Взрослая особь, половозрелая хинокока, достигает всего лишь 5 мм, очень маленькая, малюсенькая. Его личинки образуют гигантские финны, вот эти образования, и они представляют собой огромные пузыри весом до нескольких килограмм. Вот известный случай в медицине, и когда в теле животного, не человека, но темнее, находилось финны до 64 килограмм весом, у человека бывает до 10 и более килограмм. И хинокок полностью окукливает, оккупирует как бы ткани поражённого органа, ну, естественно, парализуя его работу, что приводит, конечно, к смерти промежуточного хозяина. Им мы тоже люди можем являться. Скажу вам так, что до 30% даже домашних собак поражены личинками в той или иной степени. Яйца настолько живучие, что даже при личной гигиене не даёт 100% защиты. В группу риска, во-первых, занесены все люди по этому заболеванию, кто собаководы, кто сообщается с собаками. Все просто, кто любит играть, ласкать чужих или уличных собак, это вообще колоссальная группа риска. Вот смотрите, очень часто люди, очень часто, которые являются носителями хинокок, они полнеют, толстеют в области живота, как отвисает такой, как гроздь, как ремень, знаете, и там сваливается этот ужас просто. У этих людей самые такие сильные, нереальные такие вздутия живота, при том, что даже остальное тело может быть не очень-то и жирным. При этом очень часто метеоризмы могут быть. Любой метод лечения медицины не даёт гарантии, тем более хирургически. И однако, скажу ещё раз, что даже с хинококом в определённых стадиях можно бороться другими методами безоперационными. Теперь это уже возможно. Аписторкоз, аписторхи, это плосочерфь, его ещё называют печёночный сосальщик. Примерное число по статистике инфицированных в мире людей составляет 20-25 миллионов человек в постоянном онлайн-режиме. Причём, скажем, две трети, вдумайтесь, этих пациентов с апписторкозом проживают на территории России. Почему? А потому что дело в том, что это связано с циклом развития. Хочу подчеркнуть, питаются они в организме человека и любого организма клетками печени. Они просто их едят. Это, конечно, приводит и к раку печени, и к раку поджелудочной железы, когда разрушают и едят поджелудочную. Если печень увеличена, и это либо отравлена она химикатами, алкогольными, неважно, химической промышленности, химикатами, либо это токсокара, либо апписторхи. У ребёнка вызывают желчокарные болезни, гастриты, колит, панкреатиты, что угодно, дисбактериоз, если, конечно, это не лемблиоз. А врачи что делают? Ну, что угодно, только не листов исследуют. Кал, сдают она, а там нет, она, конечно, и не будет, потому что циклы разного развития, паразит. Основными симптомами, например, повышение температуры, боли в мышцах, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции, болезненность даже печени, да? А на поздних это боли в поджелудочной области, в правом подреберье, боли, отдающие в спину, приступы, вот то, что панкреатит характерный, приступы желчной, такие колики характерные, головокружения, головные боли, ну, и очень серьёзное усугубление расстройства желудочно-кишечного тракта, ну, конечно, и как следствие бессонницы, раздражительность и прочие проявления интоксикации серьёзные, да? Он опакан именно тем, экострахоз, что вот эти проявления, которые я сказал, симптомы, вполне необязательны. То есть, очень часто встречаются случаи, когда такие симптомы вообще стёртые, нивелированные, просто небольшие какие-то неполадки в организме просто проявляются, но сильно не прогрессирует болезнь. А печень, как известно, вообще практически не болит, она может до половины разрушена быть, такое тоже можно. Но в печени могут происходить уже необратимые изменения, которые вызывают тем, что он просто травмирует, постоянно ест и травмирует слизистые оболочки всех протоков там, он препятствует паразит в своей жизни протоку желчи и выделяет продукты распада, которые влияют на саму печень и на кровь, и на весь организм в целом, значит, интоксикации. Ну и отсутствие лечения приводит к очень серьёзных болезням, таким как желчный петонит, например, который вызван, скажем, развитием вот расширенных желчных протоков, да, аномально расширенные, гнойные холонги, допустим, воспалительные процессы, это в желчевыводящих путях, ну и острый панкреатит, который вызван воспалительными процессами в самой поджелудочной железе и рак печени, разумеется. Принцип любой правильной программы, выбранной по дегельминтизации, он должен быть такой. Это, во-первых, жёсткая профилактика. Принципы какие? Безопасность, натуральность и системность. И, конечно, поэтапность. И, безусловно, регулярность, потому что есть циклы, и мы не гарантированы от вторичных внесений инфекций. Химическими средствами только узкий спектр можно уничтожить, я говорил, и последствия будут очень серьёзные. Есть виды продуктов питания, которые являются антипаразитарными. Сами по себе. В какой-то мере. Больше и меньше. Ну, допустим, это лук, чеснок, хрен, имбирь, это черемша, редька, редис, репа, это любые перцы, чёрный, красный, каенский, любой, там, едкий, сильный, горечи. Это укроп, щавель, репа, капуста, кстати, тоже. Это лён, семена белого льна, про которые я постоянно говорю. Семена льна, делайте так называемые льняные каши, и это постоянно, если есть, очень высокая вероятность, что будет сильно снижен риск инвазии. Кстати, ананасы, арбузы, грейпфруты, многие очень ягоды, такие как люква и ежевика, это всё защелачивающее, антиэптические, антимикробные, многие из них антипаразитарные продукты. Лимон, специи многие, это кинза, тмин, масло, кстати, чёрного тмина очень полезное в этом смысле, многие, может быть, слышали, да? Это сельдерей, горчица, куркума, зера, базилик, вот такие вот специи, кардамон. Отдельно, надо сказать, от тыквенных семечков, которые являются очень мощным антигельминтным средством, особенно против аскорит, астрит там и даже цепней. Арбузовые семечки, кстати, лисички, которые надо сырыми есть, когда сезон идёт, там 2-3 раза за сезон обязательно. Семена укропа, про которые я рассказывал, гранатовые, кстати, косточки, и гранат выжатый с косточками. Или в блендере разбитый, очень полезная вещь. Понятно, что там и валерьяна, и бессмертник, но это уже, там есть последствия, потому что на почке, например, могут быть осложнения. Календула против трихомоната. Есть очень мощные препараты, которые, ну, например, лист чёрного ореха. Собственно, кто-то когда-то в советские времена ещё помнит, пользовался такими оболочками из внутренней, значит, вот делал такие отвары, из грецкого ореха сердцевинку вынимал, делал. И, собственно, даже эта мощнейшая горечь не только бьёт многих глистов, в определённых стадиях, не всех, конечно, тем не менее, но и даже используется в некоторых случаях при онкологии. Так вот, я вам скажу, опять-таки, это не панацея, но очень сильный методик. А если добавить желчегонные хорошие, такие, как, например, там, экстракт чеснока, или просто, понимаете, много чеснока, столько, сколько надо съесть, чтобы пошёл тот эффект отделения желчи активной при определённых добавках горечи, нельзя добиться, ну, скажем, это надо съесть много-много головок, не зубчиков, а головок чеснока. И, опять-таки, не всем это можно.